Аэропорт Емельянова Аэропорт Емельянова Предусмотрены все самые современные системы безопасности, в том числе мы будем устанавливать пятиуровневую скоростную систему безопасности Это как? Что это для пассажира значит? Для сравнения, сейчас существующие системы, средняя скорость движения ленты 0,22 метра в секунду Мы устанавливаем более чем в два раза быстрее, а тренд будет двигаться со скоростью 0,5 метра в секунду Важна также навигация, вот когда приходишь в аэропорт, важно понять, куда нам и как идти, как-то изменятся эти стрелочки там визуально появятся? Да, этому очень много уделяется внимания, мы стараемся на стадии проектирования, старались учесть сразу, чтобы навигация была интуитивной Чтобы этих стрелочек было как можно меньше и пассажир, зайдя в вокзал, он и так испытывает стресс, чтобы этого стресса было как можно меньше Будет все интуитивно, будет единая зона регистрации, все стойки, где можно будет зарегистрироваться на международный рейс, на внутренний И также будет единая зона досмотра Вся регистрация, зона регистрации будет на первом этаже, вылет будет на третьем этаже И также будет промежуточный этаж, так называемая зона отдыха, зона ожидания Вот в зоне отдыха красноярцев очень волнует, когда у нас будет duty free, как в любом международном аэропорте лучшего первого класса, где можно купить все У нас предусмотрена интересная зона после прохождения предполетных формальностей, после прохождения рубежа авиационной безопасности У нас будет на внутрироссийском секторе зона duty paid, через которую пассажир в обязательном порядке должен будет пройти, где будут прилавки, где будут кассы и так далее А в стерильной зоне, также после авиационной безопасности в международном секторе, там соответственно будет duty free располагаться Причем мы сейчас выходим на переговоры с одним из крупнейших представителей duty free Ну грубо говоря, можно будет купить там что-то подешевле, как мы это делаем, если едем в Москву, там обязательно заходим Там можно будет купить практически все товары, представленные в duty free во всем мире Очень важный момент, всегда зимой, когда летишь, очень холодно, ждать некомфортно в автобусах, пока тебя довезут до этого самолета, ситуация-то изменится, я так понимаю, у нас в 2017 Да, мы предусмотрели при строительстве наличие телетрапов, их в нашем проекте будет 6 Очень прекрасно Говорят, извините, но очень интересно, что они дичайше дорогие Ну на самом деле это действительно серьезный такой контракт, но в первую очередь мы заботимся в этом терминале, в новом, о комфорте пассажира Наш вокзал должен стать в первую очередь комфортной, дружелюбной и удобной для пассажиров Ну хорошо, вот еще вопрос, который интересует красноярцев, это про Аэроэкспресс, который есть в Москве, у нас, я так понимаю, его не будет, будет электричка Расскажите поподробнее, как она будет ходить, откуда, сколько примерно это может стоить В июне мы подписали стратегическое партнерство с Красноярской железной дорогой В соответствии с этим соглашением железнодорожная ветка, которая будет именно грузопассажирской Я думаю, что они ее смогут интегрировать в общую сеть железной дороги для того, чтобы с удаленных частей, там, Девногорск, например, либо противоположный берег Инисейская пассажир мог спокойно добраться за установленное время и не переживать, успеет он или не успеет Хочу отметить, что это будет не отдельный проект, как Аэроэкспресс, как это в Москве Это будет именно действительно электричка с остановками в определенных населенных пунктах Которые позволят пользоваться также жителям тех населенных пунктов, которые расположены по дороге в аэропорт Пользоваться ей для того, чтобы попасть в город, либо на другую сторону берега А платить за нее, получается, по стандартной схеме, как мы сейчас платим за электричку? Вот мне интересно, схема она как-то будет строена? Вы знаете, этот вопрос находится в проработке, я думаю, с железной дорогой мы более детально, когда определимся, мы будем понимать Просто удобнее было, если бы там талончики, но как-то подошел так же в Аэроэкспресс, получил талончик и пошел Тогда, в принципе, равнозначно, что Аэроэкспресс, что электричка, как Аэроэкспресс, поехал Могу сказать одно, то что мы, естественно, будем стараться, предусмотрим наиболее удобный способ оплаты Еще очень в социальных сетях обсуждалось бурно про географию полетов Что как только у нас будет этот новый аэропорт прекрасный, мы сможем заманить к себе больше, собственно, перевозчиков Ну, на самом деле, действительно, когда аэропорт удобный, он привлекает пассажиров Тем более, наш новый аэровокзал, он практически в три раза больше, чем существующий Он позволит с комфортом размещаться пассажирам Это позволит привлечь авиакомпании, привлечь дополнительных пассажиров А привлекая авиакомпании, мы работаем над этим И к 2020 году расширим географию полетов с 49 направлений, существующих в данный момент, до 100 А куда можем полететь, сможем, куда сейчас вообще никак не получается Или, может быть, вы знаете о каких-то существующих красноярских запросах Хочу лететь туда, не могу, из Красноярска невозможно Ну, у нас на сегодняшний день, я считаю, что есть дефицит на северные направления, именно края и Дальний Восток Ну, естественно, через Дальний Восток, на Юго-Восточную Азию А там мы знаем, что есть также огромные хабы, которые могут связать со всеми южными странами В какие этапы это будет проходить? Расскажите поподробнее, когда мы это все увидим Это прекрасно вообще Ну, в первую очередь, мы сейчас все сосредоточены на строительстве Мы сосредоточены на подготовке к универсиаде Мы понимаем, как мы это сделаем, что мы это сделаем У нас есть хороший опыт проведения серьезных спортивных игр, таких как Олимпиада в Сочи Я думаю, что к 2019 году мы придем уже к какому-то такому, ну, в хорошем состоянии И дальше продолжим развивать Ну, и, как сказал, к 2020 году мы планируем развить до 100 направлений А есть какие-нибудь, ну, так называемые фишки, которые, возможно, вы повзаимствовали у коллег Там, с точки зрения визуального оформления или внутреннего Такого чего, ну, вообще нигде нет Или у нас, в принципе, такой классический, будет хороший стандартный аэропорт? Просто на уровне Мы занимаемся сейчас ДНК-качеством, ДНК-аэропортом И создадим неповторимый аэропорт Он будет, в первую очередь, конечно, бизнес-аэропорт Потому что большинство пассажиров на сегодняшний день Это все-таки у нас технологичный такой край, индустриальный Очень много командировочных, у нас очень много связей со всеми другими регионами Деловые люди И он, в первую очередь, конечно, будет отвечать всем бизнес-запросам Но мы не забываем про специфику нашего региона И мы постараемся все равно и в форме, и в каких-то там решениях архитектурных Именно отметить местную культуру, местную самобытность Реки, тайга, что-то из этносов таймыра и так далее Зал ожидания наверняка станет комфортнее Вот вы говорили, что он перенесется, да, я так понимаю, с одного этажа на другой У нас распределяются потоки пассажиров по этажам Первый этаж у нас будет прилет Второй этаж у нас будет зоной ожидания, он будет разделять И третий этаж, это будет вылет Ну и на четвертом этаже у нас будут располагаться комфортабельные салоны бизнес-класса Залы бизнес-класса Еще интересно, может ли измениться цена билета от того, что у нас все так станет шикарно Для обычного пассажира это не имеет никакого значения? Нет, я думаю, что в связи с тем, что... Я уверен, что в связи с тем, что нам удастся привлечь побольше авиакомпаний У нас намного... наибольшее количество услуг, наоборот, станут дешевле Ну вот насколько я читал интервью, которое выдавали коммерсанту Там было очень написано, что в 2017 году уже пройдет первый какой-то этап То есть вот что мы в 2017 году увидим? Если в 2020 у нас будет уже новая география полетов, то в 2017? Ну, мы с вами все наблюдаем то, что мы закончили реконструкцию Реконструировали существующий терминал, сделали его более удобным В 2017 году мы планируем закончить строительство нового терминала Ну и в первую очередь, в первую стадию строительства, в первый этап Войдут окончания строительства терминала Раз при вокзальной площади и зоны парковки Большое спасибо, мы будем следить за событиями Думаю, еще не раз приедем к вам в аэропорт Посмотрим, как он выглядит и как проходят там все эти нововведения Андрей Меслер был у нас в гостях Это директор Международного аэропорта Емельянова Мы встретимся с вами после новостей в понедельник в 20.30 Спасибо 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 Спасибо